Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем изучение книги Тиелли. Мы дошли с вами до 65-го псалма. Небольшой псалом, немного толкований на него. Вообще, этот псалом одновременно написали мудрецы, великая хвала Всевышнему, а также просьба о прощении грехов. Здесь одновременно сливаются два направления. Первое, это понимание того, что все, что у нас есть, это от него. А второе, что наши грехи все равно никуда не делись. Поэтому говорят мудрецы, что этот псалом еще читают, когда отчаялся, когда жизнь поставила такие тяжелые условия, что надо какой-то сложный очень выбор. Вот перед этим выбором читают этот псалом. Вообще, большинство толкований говорит о том, что этот псалом читают перед тем, как встретиться с человеком, от которого что-то нужно, чтобы что-то получить от этого человека. Если надо, обратиться к кому-то и получить желаемый результат. То есть, вот это, наверное, основное, что есть в этом псалме. Еще написано, что он для удачи в таких делах, когда обращается к экзамену, шедуху, переговоры или так далее. Написано, что этот псалом очень действенный, когда нужно открыть врата небес, чтобы молитва была услышана и убрать обвинителей. То есть, она как бы очищает молитву. Это написано в книге Шему Штигили Макадмон древний. Ну, и тоже она вместе с предыдущими несколькими, когда опасная ситуация на море, тоже советует Шему Штигили Макадмон читать этот псалом. Вот, пожалуй, все о 65-м. Брахава Цлаха! Шему Штигили Макадмон